Первый вопрос, каково это изменилировать, когда тебе срежутся один год и у тебя дождь. На коляске? И варить на коляске. С кошкой пантеи. Типа. Каково, каково? Просто дело это уже привычное, ездить. Будучи еще в России, я с дочерью каждый год выезжала с Заполярье, с севера Тименской области, в среднюю полосу, там где жила бабушка, куда мы приезжали ежегодно. Я Олесю оставляла на пару месяцев. Ну и с багажом тоже особой проблемы не было, потому что был один только или пару чемоданов. Олесю на коляске, ну и кошка в контейнере. Так что для меня, собственно, это уже привычное дело. Правда, возраст уже подходит к грани, такие действия, но еще пока держусь. И готовы еще дальше, может, куда-нибудь полететь. А как мы приехали, мы приехали на основании туристов, потому что у нас есть польские паспорта Шенганинской зоны, где Польша... В 2008 году подписала соглашение о том, что она хотела бы быть в Шенгене. Ну и это нам дало возможность беспрепятственно прилететь в Канаду. При этом мы завязывали гостиницу на 10 дней, самую-самую недорогую. И, правда, немножко были сложности с перелетом, потому что у нас была кошка, которую надо было... Которую мы не хотели оставлять, но из-за нее нам пришлось даже менять билеты, потому что то ли Торонто, то ли Ванкувера не принимали кошек в багаже. Но мы все-таки взяли с собой и через просьбу к пилотам, которые пошли нам на уступки, не стали кошку сдавать багаж, и она летела с нами, сидя рядом на сиденье. Прибыв в Ванкувер, здесь никаких проблем не было на границах. А когда пришли в гостиницу, а время было 12 ночи, то нас хотели выпроводить из-за этой кошки, потому что, оказывается, гостиница эта не располагала приемом животе на четырех ногах. Ну и нас не хотели даже впускать. Хорошо с нами были знакомые, которые взяли на себя такую обязанность, помощь нам, что взяли Линку на ночь. Ну и так мы вселились, хотя на другой день, и на другой же день, к вечеру, к нам пришел этот знакомый, который взял кошку и говорит, забирайте ее назад. Ну и кошка у нас в течение 10 дней была партизаном, сидела под кроватью, никуда не выходила, никуда не высовывалась. Таким путем мы ее спасли, и так она у нас осталась жить до нашего времени здесь у нас в квартире в Ванкувере. Ну дальше, дальше было знакомство с Ванкувером, при наличии адресов, которыми я заручилась, просматривая сайт о Ванкувере, о Канаде. Ну и живя уже в гостинице в течение 10 дней, я с дочерью обследовала Ванкувер, проезжая по разным улицам, удивляясь этим одноэтажным домиком, представляла себе, что это какие-нибудь высотные здания, но это оказалось нет. Но тем не менее, когда проходила мимо этих домиков, у меня было такое скромное желание, как бы поселиться в таком домике. И когда мы шли по одному адресу, а конкретно это в Красный Крест, мы хотели заручиться поддержкой от них, придя на этот адрес, который у меня был в бумагах, то увидели маленькое объявление, что Красный Крест переехал по другому адресу. И мы в разочаровании, особенно я, с дочерью делимся этим, ну само собой на русском языке, сокрушаемся, что нам делать и где искать этот адрес. Ну и мимо проходил мужчина, европеец, услышав, нет, а индус, ну может индус, я это точно уже не помню. И он, услышав наш разговор, подошел к нам и спросил, в чем у нас проблема. Ну мы же говорим по-русски, и он говорит, мы говорим вот так и так, что с этим адресом. Он посмотрел на этот адрес и говорит, пойдемте со мной. И мы пошли. А, и мы разговаривали с ним, благодаря Олеся, который знал уже немножко английский, разговаривали с ним на смешанном, ломаном англо-русском языке. И он привел нас к своей знакомой, знакомая, услышав о нашей проблеме, посмотрела в телефонные книги адреса, сказала, что надо нам идти по следующему адресу. И мы с этим знакомым уже пошли по адресу, который она нам указала. А это оказалось офис, который помогает инвалидам, офис, помогающий инвалидам. И там он попросил, чтобы меня соединили с Красным Крестом на русском языке. И я стала объяснять нашу проблему по телефону русско-канадскому офису. Что и как, почему сказала, что я хотела бы здесь быть для дочери, потому что им нужна помощь, им нужна реабилитация. Но у нас такая ситуация, что мы только-только приехали, и нам нужна помощь. И в ответ телефонистка, которая со мной разговаривала, подала несколько адресов, по которым нам надо было в будущем действовать. Так мы стали ходить по адресам еще.